Самбистка Анастасия Хомячкова не смогла выиграть чемпионат России в Хабаровске. Спортсменка в этот раз боролась в новом для себя весе до 72 килограммов. Настя дошла до финала, но там уступила представительница Челябинской области Ирине Алексеевой. Горечь поражения усилилась из-за того, что золото в Хабаровске гарантировало бы Хомячкову и участие в чемпионате мира. Вместо этого спортсменка из Юверев-Польского в мае будет представлять страну на чемпионате Европы в Греции. Так же, как и Владимирец Антон Коновалов, который в схватке за золото уступил Давиду Аганесяну из Краснодарского края. На телеканале «Губерния 33» программа «Спорт». Помимо самбы поговорим о возрождении Алексея Слепова, о успехах наших гимнастов, чемпионстве князь Владимира, подготовке торпедок к сезону и долгожданному появлению ратрака во Владимире. Меня зовут Максим Палагин. Поехали. Не знаю, в курсе биатлонный голос России Дмитрий Губерниев или нет, но во Владимире все-таки появится ратрак. В конце прошлого года я сообщал, что в бюджете на него деньги предусмотрены. А теперь появление оборудования для подготовки лыжных трасс почти свершившийся факт. 10 марта в ходе юбилейного лыжного марафона вице-губернатор Михаил Колков подарил с дюшор имени Алексея Прокуророва сертификат на приобретение ратрака. Рассчитываем, что уже в следующем сезоне владимирские спортсмены выйдут на идеально подготовленную лыжню. Что же касается самих соревнований, то в 10-м Владимирском марафоне участвовал 341 спортсмен из 20 городов России. Организаторы подготовили дистанции на 5, 6, 20, 30 и 50 километров. Львиные доли участников, 120 человек, решили проявить себя в самой продолжительной 50-километровой гонке. В основной группе победу одержал представитель Тюмени Юрий Гаврилов. С результатом 2 часа 16 минут и 31 секунду он занял первое место. На 3 секунды от него отстал Сергей Андреев из Рязани. Бронза же досталась Владимирсу Александру Еремичеву. Тем временем биатлонист Алексей Слепов под конец сезона начал возвращать утраченные позиции. Сначала он выиграл спринтерскую гонку на Кубке страны, а затем на проходящем в Увате Кубке IBU в индивидуалке на 20 километров занял 8 место. А в спринте проиграл только соотечественнику Александру Логинову какие-то мизерные полторы секунды. В итоге серебро. Впереди очередной этап второго по значимости биатлонного турнира в Ханты-Мансийске. Теперь о гимнастике. На первенстве Центрального федерального округа наши спортсмены выиграли целую корзину медалей. Кирилл Прокопьев, Сергей Кривунец, Алексей Богданов, Евгений Васильев и Артем Юсубов победили в командном зачете. В наговоре золото завоевал Сергей Кривунец. Второе и третье место у Кирилла Прокопьева и Алексея Богданова. Не обошлось без медалей на отдельных снарядах. Так, Сергей Кривунец стал первым на брусьях и перекладине, и вторым на кольцах. Также по серебру взяли Данила Тимохина и Алексей Богданов в вольных упражнениях на коне соответственно. В свою очередь в Ржеве прошел чемпионат СФО по спортивной борьбе. 15 команд соревновались в двух дисциплинах – грэплинг и грэплинги. Сам по себе грэплинг, как мы говорили в одной из предыдущих программ, вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских единоборств с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он создан на основе самбо, дзюдовольной борьбы и джиу-джитсу. В грэплинге спортсмены выходят в облегающие футболки и шортах, а в его разновидности грэплинги – они борются в кимоно. Так вот, Тагир Галимов из Покрова весовой категории до 100 кг одержал победы сразу в двух дисциплинах. Кроме него Владимир Константин Евтеев занял первое место в дисциплине грэплинги весовой категории 92 кг. В этой же дисциплине весовой категории до 66 кг Руслан Кундыков из Владимира стал вторым, а Рахман Вергиев из Покрова и Александр Фролов из Красной Горбатки завоевали третье место в весовых категориях 62 и 84 кг соответственно. В общекомандном зачете среди команд СФО спортсмены Владимирской области заняли третье место в дисциплине грэплинги и пятое место в грэплинге. Перейдем к футболу, вернее мини-футболу. Клуб «Князь Владимир» не перестает радовать. Третий раз за последние четыре года Владимирцы берут золото межрегиональной лиги «Золотое кольцо». Победили подопечные Максима Заурова досрочно за тур до конца чемпионата. Де-факто чемпионом «Князь Владимир» стал в Иванове, где сначала проиграл местному страйку, но затем раскромил Демюрк Буревестник 7-2. Заключительный матч сезона Владимирцы проведут все с тем же Демюрком на выезде, но для нашей команды эта игра не будет значить ровным счетом ничего. Меж тем, Владимирская торпеда продолжает подготовку к весенней части чемпионата второго дивизиона «Зоны Запад». В марте подопечные Александра Акимова провели два контрольных матча. В соперниках были молодежка Шинника и представитель футбольной национальной лиги «Олимпийц». Наш обидчик по 1-32 финалу Кубка страны этого года. Оба матча проходили на выезде в Ярославле и Держинске. В первой игре черно-белые сломили сопротивление молодежной команды Шинника лишь под заново встречи. Со штрафного отличился Дмитрий Лобанов. А вот второй матч стал уплощением доминирования атаки над обороной. Пять забитых мячей увидели зрители, посетившие стадион «Химик». И что особо радует, подопечные Александра Акимова не были на поле статистами. Хотя перед матчем все говорило о том, что торпеда в этом поединке явный андердок. В Держинске поехали сразу несколько игроков. Среди них Сергей Дрягин, который пока что тренируется по индивидуальной программе. А также травмированный Александр Недогода, Иван Каратыгин, Филипп Харин и Дмитрий Маликов. Тем не менее, даже с учетом отсутствия этих футболистов, владимирцы добились своего. Сначала Дмитрий Агапцев и Андрей Гладышев сделали счет 2-0 в пользу торпеда. После этого хозяева один мяч сумели отыграть. Но в самом начале второго тайма Дмитрий Агапцев снова заставил капитулировать вратаря «Олимпийца» 3-1. В оставшееся время у команды Николая Писарева хватило силу лишь на то, чтобы отыграть один мяч. Таким образом, 3-2. Яркая победа торпеда над представителем ФНЛ. Пускай в контрольном матче. 14 марта соперником нашей команды должен был стать лидер зоны Центр ПФЛ «Московский Арарат». Но за два дня до игры стало ясно, что она не состоится. Заждались мы официальных матчей, но терпеть осталось не так долго. Через три недели возобновится чемпионат во втором дивизионе. Первым соперником черно-белых станет команда «Луки Энергии» из Псковской области. Игра пройдет во Владимире 7 апреля. В свою очередь, футболиклуб «Муром» имеет возможность проводить сборы в теплых краях. В Краснодарском крае давно уцарилась весна. Играть в футбол – одно удовольствие. В марте красночерные уже провели три матча. С Челнинским «Камазом» была зафиксирована ничья 1-1. В составе «Муром» отличился Антон Битюжнов. В следующем контрольном матче подобеченные Сергея Бойко переиграли вторую команду «Крыльев Советов». 11 марта была сыграна встреча с белорусским «Торпедо БелАЗ». Судя по видеонарезке, моментов для того, чтобы отправить мяч в сетку, было предостаточно. Но в итоге команды ограничились двумя голами. Ничья 1-1. Впереди у «Мурома» встреча с «Ульяновской Волгой» и «Московским «Торпедо». Последнее, о чем сегодня хотелось бы рассказать, также в той или иной степени связано с футболом. Российский футбольный союз проводит интернет-голосование за лучшую фанречевку в поддержку национальной сборной. По результатам отбора конкурсного жюри в финал голосования попал вариант представителя Владимирской области, сотрудника Департамента физической культуры и спорта Дмитрия Егорова. «Вперед идем к победе! Живем одной мечтой! Гордимся, верим, любим Россию! Мы с тобой!» Всего на суд жюри было прислано около 500 речевок. 10 из них вышли в финал. Благодарю за помощь в подготовке программы областной департамент физкультуры и спорта. На сегодня это все новости. Меня зовут Максим Палагин. До встречи на канале Губерния 33.